Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает Лапа Дом». И сегодня речь пойдёт о прекрасной уют-компании. Нет-нет, вы не ослышались. Не кают-компания, а уют-компания. Её придумал Сергей Белорусец. Она рисовала Наталья Орлова. Это замечательная книга детских стихов, и если вы уже знакомы с творчеством Сергея Белорусца, то это не совсем похоже на то, что он делает обычно в своих книгах. Стихит-парад, я имею в виду, прежде всего. Потому что это мастерская совершенно игра с русским языком. Необычайные рифмы, потрясающие задания, загадки, головоломки, амофоны, амонимы, анаграммы, всевозможные слова формы, которых даже и название-то не сходу вспомнишь. У него действительно талант, что называется, делать из языка такую волшебную игру. В уют-же-компании мы вновь, скажем так, на территории традиционного детского стихотворения, где обыгрываются, конечно, какие-то и слова, и названия, и кошачьи и собачьи, объясню сейчас почему, имена. Но самое главное, это просто весёлые, необычайно складные стихи о уюте. А в чём заключается уют? Ну какая же может быть уютная нора, уютный дом, да? Какой же может быть без домашних питомцев? Дело в том, что белорусяц, помимо всех своих остальных талантов, лингвистического свойства, это ещё и гениальный создатель знаменитого Гавбурга, именно так, Гавбург, и Мургорода. Соответственно, в Гавбурге у нас живут одни наши питомцы, да? А в Мургороде живут другие наши питомцы. И вот в этой книжке как раз у нас они дружно уживаются в одной уют-компании. Потому что там, где есть, значит, гражданин Гавбурга, и там, где есть житель Мургорода, всегда будет уютно, тепло, весело, интересно, и маленьким читателям, и взрослым. И каждое стихотворение это обыгрывает. Каждое стихотворение это показывает. Чего здесь только нету. Здесь есть замечательное мороженое Колбаскин и Бобикс. Здесь есть фиолетовый нос кошки, и зачем у неё хвост, и так далее. Здесь есть собака-капитан, здесь есть всё, что только угодно, да? Но самое интересное, о чём бы он ни писал, о компьютерной мышке, или о кошке-сластёне, да-да, здесь есть кошка, которая обожает сладкое. Хотя, на самом деле, кошки сладости не едят. Он всегда пишет именно об этом самом уюте, так необходимым всем нам, ну и в том числе маленьким читателям. А Наталья Орлова необычайно всё это нарисовала. С выдумкой, с ярко, с затейливо, со всевозможными подробностями, да, очень милыми. А уж какие у неё эти самые питомцы выходят замечательные. От мышей до больших собак, да, совершенно потрясающе. Тут важно понимать, что всё это должно кипеть, быть в движении, всё время что-то происходить должно на иллюстрации. Это же детские стихи. Вот с этой задачей художник справился на пять баллов. Действительно рассматривает и понимает, что происходит какой-то сюжет. И, читая стихотворение, этот сюжет до конца узнаёшь. Итак, уют-компания. У моряков кают-компания на каждом путном корабле. А вот у нас уют-компания. Притом не только на земле. Уютно всюду нам, где вместе мы. Нам вместе всюду по душе. Хотя живём в одном подъезде мы, на том же самом этаже, под общей крышей. Мама с папой, двойняшки-сёстры, братик, я и наша такса косолапая. Короче, вся моя семья. Отлично. Причём семья написана именно так. Семья. Нас семеро. Это действительно не просто большая семья. Это семья, где живут чудесные персонажи. Я уже говорил, кто. Наши любимые питомцы. Кошки-мышки. Говорила кошка-мышки. Не держи меня в умнишке. Отвечала мышка-кошке. Не держи меня в ладошке. Вот такая вот игра. Конечно, да. А вот прекрасная собака-бояка, например. Вот она прям такая на гоночном автомобиле. Причём рейтер автомобиль такой несётся. Такая собака устремлена с шарфом, развивающимся. Совершенно художник превзошёл себя. Итак, собака-бояка. Собака-бояка была я. И даже порой своей воя боялась до ужаса лая. Страшилась, как волчьего воя. Была я собака-бояка. Однако бояться устала. Теперь я собака-бояка. Боякаю быть перестала. Лишь букву одну я сменила. А стала намного смелее. И даже свой лай полюбила. Хоть вовсе не сделалась злее. Прекрасно. На мой взгляд, это прекрасно, потому что рифмы – это очень важные вещи. Ребёнок их не осознаёт, но слышит ухом очень хорошо. И вот это вот «бывая своевое лая волчьего воя» – это прекрасная совершенно звукопись. И рифма составная. И так во многих стихах. Если мы здесь будем вникать в то, как сделаны эти стихи, нам придётся диссертацию быстренько написать, потому что здесь очень много всего внутри спрятано. Но самое главное – это та самая лёгкость произношения, которая нужна для того, чтобы стихотворение заиграло. Заиграло с ребёнком, стихотворение попало к нему на язык. Стало повторяться, стало само заучиваться. Вы знаете, как дети зачастую легко заучивают стихи с первого прочтения. Вот именно с белорусцем это вполне происходит. Эхо отвечает, например, такой стихотворение. Кто сидит, глядит в окошко? Эхо отвечает – кошка. Кто кудрявит человечка? Эхо мне в ответ – овечка. Я смеюсь – эхо тоже. На меня оно похоже. Какова причина смеха? Эхо отвечает – эхо. Очень хорошо. Ну вот я не буду зачитывать всю книгу вслух, хотя мне очень хочется это сделать и показать вам все эти прекрасные иллюстрации, очень характерные такие выразительные питомцы. Ещё раз повторюсь, в этой уют-компании действительно хочется пуститься в любое самое дальнее плавание, путешествие. А проще всего, конечно, по стране фантазии и со скоростью перелистывания страниц, как я всегда говорю. Итак, уют-компания Сергея Белоруса, издательство Абрика Букс. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.